Привет, езжей! Сегодня мы будем вершить правосудие в игре под названием Робокоп. Погнали! Итак, город захватили террористы, наркоманы и убийцы. И наш доплестный полицейский выезжает на помощь. Новое задание. Срочные новости. Рад тебя видеть, Мерфи. Лейтенанту главного входа на телестанцию. Что, в общем, сейчас происходит? Я начальную заставку пропустил. Телестанцию захватили террористы. Земля сотрясается! Судный день настал! Бомжар тут орёт. Эй, красавчик, давай устроим. Нам шоу. Вперёд, Роба, покажи им. Сейчас всё будет не с эти девчули. Господи, да что происходит? Обычный день в старом Детройте. Договорю же вам, этот город катится к чёрту. Мы и так давно в аду. Они приехали на грузовиках, вышли и начали стрелять по всему, что двигалось. Похоже, ваша подруга испытывает серьёзные потрясения. Не стоит. Я уже пробовал. Ему кана. Вот они, эти грузики. Там, короче, типа чё-то каких-то панков прибежали и начали толкать дурь через канал. Ну, через телевизион. Они захватили целый канал, прикинь? Вот. И теперь нам придётся разобраться с этим. Ой, там стрельба идёт. Больше ждать нельзя. Этим маньякам даже поводу не нужен. А у них куча заложников. Ну, сэр. Эээ, есть сэр. Да. Конец связи. Какова ситуация? Придурки из ОСП сказали ждать спецназ, не дёргаться. Вот тебе и ситуация. Я кажется, сейчас откинусь. Не так быстро, дружок. Кто, по-твоему, будет здесь убираться? Я тебя так легко не отпущу. Вы прямо как моя жёнашка говорите. Давай-ка я тебя подлотаю. Не будем сердить твою жену. Надави сюда. Медик? Вот ты где, напарник. Льюис? Какого чёрта там происходит? Извиняй, чувак. Кто бы требует, чтобы мы освободили заложников? Без обид. Прощай. Эй, ты куда не лезь? Надо ждать подкрепления. Подкрепления прибыли. Я не сомневалась, что ты так скажешь. Нужно найти другой путь. Здесь идти слишком опасно. Для меня. Для меня может и опасно, но тебе огонь не страшен. Иди, а я что-нибудь придумаю. Считай, я даю тебе фору. Вперёд. Блин, почему он так смешно ходит, как будто в памперсах? Я тут персеньку какой-то копал. Золотой? Какой-то шишки снял. Только глянь на него. Рожа знакомая. Ребятки, ребятки. У нас гости. Кто заказывал железного пугала? Брось оружие, мадонак. Мне всегда нравилось у Рога Пока, хотел сказать. У Робокопа оружие. У него пистолет-автомат, и он очень крутой. Мы можем ещё и другое оружие взять, да? Но Рога... Да почему Рога-то? Робокоп всегда ходит со своей пушкой с пистолетом. Так, нет, я, пожалуй, всё-таки УЗИ верну. Пистолет меня вообще не усердит. Эй! Получай. Вот оно, УЗИ-ха. Пистолет-пулемёт ничто не заменит. Ну, в данном случае я его куда-то просрал. У тебя что за пушка? Пушки нет. А, нет, подожди, тоже УЗИ-ха. И меня всегда поражало, почему Робокоп не может стрелять в двух рук. Как у них мозги разлетаются, а? Так им! Этим негодяям. Как программа подсказок. Нажмите на кнопку «Нет», чтобы воспользоваться зрением Робокопа. О, прикольно. Нифига себе. Офигенно. Там граната полетела, да? Перезарядка, ребята, подождите. Я в броне, мне пофиг. Как же это офигенно, чувствовать себя неуязвимым. Хотя броня у меня закоцалась 37% всего. Так, кто-то сзади стреляет? А, нет, это спереди. С лифта кто-то вышел. Подожди, подожди, подожди. Дай-ка я в укрытии. Приседатель не умею. Так что? Я, пожалуй, в укрытие. Что-то у меня с броней не очень. Опа, граната. Она взрывается, нет? Ага, взорвалась. О, она и слезоточивая еще. Где вы там? Перезарядка. Нажмите аж для починки. Я анонитов каких-то вызвал, которые меня чинят. Обалдеть. Круч. Давно я не играл в экшовые игры. Почему мы все хузи? Я еще так медленно иду, знаешь, обычно в стрелялках все бегают, что-то как-то поскорее нужно. А я такой спокойненько гуляю здесь и расстреливаю всех этих террористов. Боишься, что по весу не пройдешь? Луис, ты здесь. Надо запустить лифты. Распределительный шкаф в подвале. Давай-ка я. Пока ты был занят геройством и подвигами, я взяла ключ-карту у того уборщика. Ты знаешь, неплохо иногда заняться реальным делом, да? Прошу. Листы не работают, и лестницы тоже заблокированы. Похоже, кто-то не хочет, чтобы их беспокоили. Ну, вообще, как бы, я не думаю, что я бы на лифте смог подняться, потому что я вешу больше, чем тонна. А лифты имеют ограничения. Что там? Что тут за подсветочка? Дневник? Кошелек украденный. Улика преступления. Плюс 25. Это граффити еще свежее. Держу пари, что кто-то это сделал недавно. Нажмите на нет, чтобы восстановить. А, еще на нет и выпустить. Бабах! Не ждали, а я приехал. О, как в Матрице из-за медленочек поехала. Видал? У тебя еще остались козыри в рукавах, да? Какой теплый прием. Не продли. Смотри, как разлетаются щепки. Фу-фу. Здорово. Блин. Как будто я в первый раз в такую игру играю. С такой физикой. У него рука отлетела, ты видел? Я, наверное, в пестик постреляю. О, еще рука отлетела. Это ж с чего я так стреляю, что у них руки отлетают, интересно. С базуки, что ли? Вроде обычный пистолет, даже не мой. Ни базука, ни дробас хотя бы, да? Ой, граната. Бежим, 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 бежим. Льюис, ты че? Какая бесстрашная женщина. Кажется, это любовь. Я не вижу из-за тумана нифига. Где этот чертяка? Так, так, так. Еще граффити, Льюис, смотри. Я же обращаю внимание на граффити. Что-то как-то тихо. Так, это еще улики? Да, точно. Осмотреть тело хочешь? Сканирование материала. Результат сканирования. Причина смерти и передозировка Ньюкоком. Ньюкок, это, короче, наркотик, который продвигает вот эти вот террористы. Он всех убивает. Да, в принципе, какой бы наркотик ни убивал. Любой наркотик убивает. Так, что? Это такая пакость ужасная. Ё-моё, я мазю. Я робокоп или кто? Или косоглазый человек. Получай. Как у них бошки разлетаются? Я просто офигею. Кайфу от этого. Так. Эй, пистолет 9 миллиметров не получается взять. А в своих стрелять могу? Нет. Смотри, видишь, квадратик разъезжается и типа все, по своему стрелять нельзя. Воу, воу. Я хочу гранату взять. О, кстати, вот мой пистолет. Оказывается, можно было менять. В фильме, короче, у него пушки, знаешь, из ноги выезжали. И у него как бы в ноге кобура была. Здесь ничего нет, никаких улик. Опа. О. Сканировать надо? Ничего не надо. Ствол оставим. Да, я, наверное, буду ходить с пистолетом, потому что другой пистолет у меня пулемет. Он, считай, как УЗИ. Здесь ничего интересного. Блин, не пугай меня. Я тебе чуть бошку не отстрелил. Аккуратно так. Бабах. Отметка. Граната, уходи. Ну, вообще капец. Бесстрашная женщина. По-моему, у него в руке граната взорвалась, да? Ёлки-палки, вот это разрыв. Ты посмотри, что с ними происходит. Это челюсть? А нет, это очки. Я бы начали подумал, что это нижняя челюсть. Точнее, верхняя. Выглядело интересно. Как тебя согнуло-то, парни. Будете знать. О! Штурмовая винтовка. Давай возьмем, постреляем. Так, кто-то гранату кинул. Газ отлетела. Еее. У меня, кстати, на ниты как-то накапливаются, интересно. Что происходит? Восстановить электричество. А вот он, щиток, собственно. Давай дернем. Изучить распределительный щиток. С помощью зрения робокопа можно осматривать людей, предметы в поисках улики. Обращайте внимание на предметы со знаком вопрос. Нажмите, чтобы разглядеть его повнимательнее. Сканируем. Обнаружено короткое замыкание. Нужно исправить. Вижу короткое замыкание. Нужно изолировать кабели. У меня есть кое-что как раз на такой случай. Жвачек. Великолепное решение. Изобретательностью тебе не занимать. Спасибо, но это была командная работа. Они удерживают всех в студии. На 30 этаже. Так-так, наши друзья в Синим наконец-то решили поучаствовать в нашем феерическом шоу. Высно, автограф, сессию вы опоздали. Вертушка появилась. Я отчаливаю. Но вечеринка продолжается. Развлеките наших гостей как следует. И Ньюка не жалейте. Чао, Бамбини. Ха-ха. Вот же псих. Надо поспешить, пока они еще кого-нибудь не убили. Я знаю этот взгляд, Мерфи. Ты что-то увидел, да? Мы здесь, чтобы защитить закон, Льюис. Не отвлекайся. Ну ладно, просто знай, что я здесь, если понадоблюсь. Подонки обнаружены. Гляньте, парни, легавая шапка со своей... Не знаю, кто из них кто, вы пожалеете. Пах, пах, пах. Жалко, гранат нет. Я опять ни по кому не попал. Ладно, тогда выдвигайте вперед. Неплохо, да? Что там? Сумочка с уликами? Нифига себе. О, пропуск, походу. Улика, улика, улика. О, знаменитая музыка начинает играть, кажется. Компы. Я могу брать? Хо-хо-хо, сейчас... Сейчас кому-то прилетит компьютер в бошку. Пойдем, Льюис. Сейчас буду наказывать всех с монитором. Ну кинь. О, да. Хорошее достижение даже получил. О, сколько бумаги. Ёлки-палки, надо подкилиться. На ниты. Получай. Компьютер. Вот так вот. Как это круто! Просто идешь и все дребишь. Ну, в смысле, в щепке разлетается. Все? Ты в катке? Ну, тебя это не спасет. Можно еще где-нибудь в монитор свистнуть? Спасибо. Ой, мимо. О, я тебя могу хватать? Подожди, я хочу кого-нибудь хватить. Иди сюда. О! Я могу тебя в кого-нибудь бросить. А вы своих стреляете, нет? Смотри, у меня есть чувак. Нормаленько. Я прячусь за столбиком. Мне кажется, или кто-то за спиной стреляет, да? Нет, тут, слава богу, никого нет. Люсь, ты... Я скажу, кто-то за спиной стреляет. Я коллаж, пожалуй, у тебя возьму. Мне нужно твое оружие. Мотоцикл и одежда. Опа. Взяли восстановительный заряд. ОСП. Стаканчики. Блин, физика норм. Норм, ничего не скажешь. Телек можно взять. Это что? Это вот, это вот надо просканировать. Рита, сканируй. Просильнодействующие антидепрессанты. Окей. У-ху-ху-ху. Крутяк. А я могу отсюда вывалиться? Нет. Я отсюда вывалиться не могу, но телек летит до сих пор. Все, я его уже не вижу. Не дай бог он там кому-нибудь прилетит на машину. Я себя не прощу. Так, это что у нас? Компрометирующие документы. Улика с преступностью плюс 50. До нюк. Ты что, тут развлекаешься? Так, я думаю, что можно что-нибудь здесь взять, например, вот этот вот горшок и кинуть в них. Но это слишком тяжело для меня. Итак, ребята, вы готовы? А подожди, можно просканировать? Нет. Через дверь не сканируй. Закрыто. Заложники там есть. Обучение. Когда преступники захвата заложников, у вас есть всего несколько секунд, чтобы уничтожить угрозу и защитить невинных. Ваши невероятные рефлексы помогут вам в этой ситуации. Ну давай, тогда я возьму свой пеколь. Погнали! Стреляй! Как я шустро с ними! Все живы? Слава богу, мы пришли, и этой девушке очень нужен врач! Мерфи, этим людям надо помочь. Ты иди, я останусь с ними. Хорошо. Это Льюис. Мы освободили трех заложников. У одной из них пулевое ранение в живот. Запрашиваю срочную медицинскую помощь. Прием. Теперь я один. Меня ничто не сковывает. Если раньше я сдерживал себя перед барышней, то теперь вам крындец. Можно дверь закрыть. Пожалуй, я это сделаю, чтобы Льюис не сильно-то торопилась сюда наверх. А есть у меня фонарик какой-нибудь? О, я с кулака могу мочить? Нифига себе. Хотел нажать F, типа, включи фонарик. А тут... Тут такой вот фонарик высунулся у меня, отличный. Что еще? Ой, граната. А я могу ее обратно кинуть? Это было бы тупо. Не смей кидать в меня гранату. Ёлки-палки. Она у меня в руках взорвалась. Газовый баллон этот. Сейчас я подойду и кому-нибудь втащу за это. Иди сюда, иди. Иди. О-хо-хо-хо-хо. О-май-гад. Починиться надо. Нормально, он сюда отлетел. Вот это боевик. Вот это да. Кто мне там добро пожаловать желает? Или он сказал, всегда пожалуйста. Всегда в английском меня смущало выражение You are welcome. Типа как бы, ну, добро пожаловать и всегда пожалуйста. Одно и то же означает. Одно слово. Точнее, два варианта перевода означает... Как это сказать-то? Ёлки-палки, запутался. Два перевода, одно слово. Вот. Вот что я хотел сказать. Вроде бы все спокуха, да? Никого. Ну, взрывайся. Хорошо, идем. Патрончики. Пожалуй, я с АК постреляю. Давай высовывай борт свою. Перезарядка, извини. Что тут у нас? Еще одна АК. Знаешь что? Вот мы такие мощные, крутые. В начале игры всегда дают тебе все возможности. А я думаю, что дальше у нас их отберут. Ой, блин, граната взорвалась. Почините бы. Ой, он там все взорвал. Да сколько можно с этими гранатами-то? Короче, я думаю, что у нас скоро все вот это отберут. Ну, типа, нас сейчас подорвут или еще что-нибудь с нами сделают. И потом мы будем, типа, восстанавливаться по-новому. Так, вот у меня на шифт есть ускорение небольшое. Да сколько вся стрелять-то можно? Засранец. Сейчас, я тут проверю все. Вроде ничего интересного. Ага, улики. Вижу, вижу, вижу. Газовый огнетушитель, точнее. Ну, толку от него в сипке никакого. Побежали. Нифига себе. Ошибка памяти. И меня сейчас не подчинится. Солнышко, достанешь салфетки из шкафа? Конечно, мам. Что у нас сегодня? Это воспоминания из башки у меня. Это сюрприз. Молодой человек. А вы руки помыли? Это обязательно? Я в грязи не копался. Конечно, без разговоров. Алекс, как тебе цвет платья? У меня сомнения насчет узора. Капец меня колбасит. Джеймс на тебя равняется. Он даже в школе сказал, что хочет стать полицейским, как папа. Попались! Блин, он гранату кинул. Плохо дело. Граната прям там, что ли? О, фух. Она никого не задела. С подбитым глазом. А это что за женщина? Эй, без рук и движений, легавы. Я тут умирать не собираюсь. Давай мне тоже вертолет. Как тот, на котором смылся пепел. Понял? Ты меня слышишь? Дорогой, ты так много работаешь. Может, пора взять отпуск? Нам бы не помешало отлечься от реальности. Как думаешь? Прием! Я с тобой говорю. Блестяшка! Держись подальше от зверей. Или я ей пристрелю, клянусь, нюхом. Не знаю, что бы я делала, если бы тебя потеряла. У тебя три секунды! Три! Все, что мне нужно для счастья, наша семья. Два! Ты что, блин, глухой? Пообещай мне, что мы всегда будем вместе, как сейчас. Один! Последний шанс! Чудила! Я так тебя люблю, Алекс. Нифига себе, она крутая. Мерфи, ты в порядке? Да как бы не очень. Что она от меня хочет? Уберите это от меня. Мне очень жаль. Вы что, не видите? Мамм, прошу вас, успокойтесь. Вечер выдался тяжелый. Уверяю, все хотят побыстрее вернуться домой и к семье. Хотя для кого-то ночь только начинается. Робокоп! Ночь только начинается. Выполнить миссию срочной новости. Я могу оплатить залог наличный? Без проблем. Мелкими принимаете? В очередь! Они здесь. Молодец, Мерфи! По-моему, ты о кое-ком забыл. Офистер Льюис, вы прекрасно справились. Пепел сбежал, поджав ход. Было бы неплохо, если бы мы его поймали. Ну все, ну все. Закончили друг друга подлизывать? А, слава. У нас проблема, другая есть. Сбой попал на камеру, и теперь перед нами стоит вопрос, можно ли доверять безопасности людей и машины. Тем более, такой надежности, как робокоп. Мы поговорим с Максом Баккером, главой подразделения концепции безопасности ОСИПИ. Мы бы никогда не выпустили на улицу брак. Мы все видели, как он колеблется при вопросе жизни и смерти. Почему? Он точно знает, что хорошо, а что плохо? Послушайте, я бы ему доверял жизнь собственных детей, будь они у меня. Это был просто один небольшой сбой. Спасибо. Мистер Беккер, у меня еще остались вопросы. Руки чешутся и шею свернуть. Но в чем-то она права. Это не был единичный случай. Это закономерность. Закономерность, которую старик хочет изучить и исправить. Давай-ка посмотрим, что в этой железной голове. Что у Мерфи в голове, и так ясно. Нас больше беспокоит, что в вашей. Ты лучше меня не доводи, а то ведь узнаешь. За мной! Единичный случай. Ну вот, сейчас мне будет черепуху вскрывать. Заодно, может, и глаз починят. А то же я подбитый. Черт возьми! Да когда его уже починят? Я бы на твоем месте не надеялся. Усипи на наше оборудование. И цента не потратят. Полная боевая готовность. Мы далеко идем? Мне страшно. Нифига себе, сколько тут ученых меня ждут. А вот и моя любимая машина на страж закона. Ладно, займитесь делом. Присядь, пожалуйста. Вот так шрам. Но я уверен, твоему противнику еще больше досталось, так? Вы мне не доверяете? Не обращай внимания, я пока это сниму. Слушай, Робо делал такое. Старик недоволен твоей работой. Я предложил отправить тебя на металлолом. Но он хочет тебя починить. Да уж, красавчик. Ты умеешь впечатлить девчонок? И ему не больно? Больно? Дамочка, это машина. Он официально труп. Можем делать с ним что угодно. Нет, мэм. Мне не больно. Физически. Мы внедрим тебе небольшой чип для мониторинга. Он будет отслеживать и проверять свою систему в реальном времени, чтобы мы поняли, какого черта с тобой творится. С этого момента за твоей работой будут наблюдать. И она будет оцениваться. Так что веди себя хорошо. Ясно? Чип установлен. Посмотрим, что у нас тут. Оценка робокопа. Главное задание. Все главные задания выполнены на 100%. 1000 хп. Второстепенные задания. Нифига не выполнено. Расследование. Секрет телестанции. Обнаружена одна, две. По 500 хп дали все заложники полицейские спасены. Получена часть улик преступления. Это я не сделал. Общий рейтинг B. Я троечник, сраный. А нет, хотя это четверка. По американской системе оценки. Каждый раз, когда вы переходите на новый уровень, вы получаете очко навыка, которое можно потратить на развитие навыков. Чтобы открыть экран навыков, нажмите К. О! Бой, броня, выносливость, инженерия, фокус, сканирование, дедукция, психология. Значит, ударная волна, если я докачаюсь вот до этого пункта, ненадолго оглушает врагов поблизости. Короче, мне здесь две вещи приглянулось. В дедукции это улучшение сканирования, которое позволяет обнаружить нужные вещи, тебе нужную информацию. Например, коды от сейфа хочу прокачать. И фокус. Ваши... Ну, фокус это, короче, замедление времени, грубо говоря. Короче, сейчас я хочу активировать дедукцию. Как бы это ж круто, сейфы вскрывать, правильно? И фокус. Сюда одно очко закину. И вот второе нам разблокирует замедление времени. В принципе, пока все. Сохранить текущие навыки? Да. Я уже вижу нежелательную активность гиппокампа. Но нужно за ним понаблюдать. Все остальное, кажется, установлено верно. Чтобы убедиться, проведем небольшой тест. Нужно удостовериться, что все цепи в порядке. Назови свои основные директивы. Служить обществу. Защищать невинных. Соблюдать закон. Замечательно, никаких нарушений. Но, как и при любом обновлении, обязательно сходи в тир. Возможно, тебе потребуется калибровка. Это все? Нет, не все. Доктор? Конечно, прошу прощения. Меня зовут Оливия Бланш. Я полицейский психолог. Я специализируюсь на работе с офицерами, которые перенесли эмоциональное потрясение. Эмоциональное потрясение? Ну, вы тогда из микроволновки поболтайте. А то она у нас тоже поломалась. ОСП интересуется, согласитесь ли вы общаться со мной в рамках процесса оценивания. Я заметил, что к работе ваших механических компонентов относятся с большим вниманием. Однако один из аспектов вашего устройства неприемлемым образом игнорировался. Это ваша человеческая сторона. Ваш мозг. Согласен. Будь моя воля, я бы его вообще убрал. Как считаете, доктор? Меньше забот. Меня заботы не пугают. Что скажете, офицер? Вам было бы интересно посотрудничать? Я не уверен. Робо, Рид собирает всех в конференц-зале через пять минут. По поводу новенького. Извините, доктор Бланш. Меня ждут в другом месте. Но... Что тут скажешь? Мы попытались. А теперь все за работу. Какой хернёй вы там обычно работаете? Нормально они работают. Задачи. Надо мной. Над моими мозгами. Блин. Пошёл в дверь. В откос, точнее. Побежали. На этой телестанции такая же жесть творилась. Так. Мне вниз надо. Мёрфи! Ты мне не поможешь? Чё нужно? Что такое, офицер? Рид уже в конференц-зале, а у меня работа не в проворот. Нам поступает столько обращений, что я не успеваю их обрабатывать. Тут полный переполох. Сможешь открыть ещё одну линию и помочь мне? Я здесь, чтобы служить обществу. Вставай за стойку. Ты мой спасатель, Роба. Ну ладно. Открыть новую линию. Линия открыта. Пожалуйста, встаньте в очередь. Офицер, у меня проблема. Мои соседи враждебно ко мне настроены. Думаю, они забиты, что я завёл нового пса. Иначе, почему они так бесятся? Как его зовут? У него роскошный рыжий окрас, поэтому я назвал его пожар. Он иногда прячется, и тогда я зову пожар, пожар! Пожар! Чтобы его найти. Ну так вот, офицер, вы сделаете что-нибудь с моими соседями? Блин, да назови пса по-другому. Когда кричат пожар, пожар, это же панику набудет. Так, что с ним сделать? Выписать ему штраф или сделать предупреждение? Ладно, давай сделаем ему предупреждение. Нет, но вас я отпущу с предупреждением. Ну и ладно. Я не против заплатить за то, чтобы быть хозяином такого пса. Следующий, пожалуйста. Офицер, у меня для вас кое-что есть. Я знаю, где найти разыскиваемого преступника. В объявлении сказано, что за информацию полагается вознаграждение, и я хочу её получить. Расскажите мне подробностей. Ты что, слепой? В объявлении моя фотография. Ну вот, я и пришёл. Давай сюда деньги. Вынужден вас задержать. Ладно, но вознаграждение-то мне дадут, да? Во, он даёт. Его, значит, разыскивают, а он приходит в полицию и просит за себя деньги. Вы можете надеяться на сокращение срока и просто ответить ему нет. Ну, первый вариант, однозначно, тут ему как бы поможет. Вы можете надеяться на сокращение срока. Я, конечно, не на это рассчитал, но тоже пойдёт. Вернуться в тюрьму было бы неплохо. Свободная жизнь – штука утомительная. Уведите его. Следующий, пожалуйста. Офицер, мой сын пропал. Сколько ему лет? 24, но он никогда не пропадал так надолго, не сообщив мне. Как давно он пропал? Чуть больше двух дней назад. Взрослые не считаются пропавшими, если прошло менее 72 часов. Прошу вас, офицер, пожалуйста, тут что-то не так. Найдите его. Мне нужны подробности, возвращайтесь через 24 часа. Возвращайтесь через 24 часа, так бы сказал тебе любой офицер в реальной жизни. Чёт-таки есть регламент 72 часа и всё такое. Но, ладно, давай скажем, мне нужны подробности. Джордж Элкинс, 7706. Порчард, авеню 7706. Я проверяю. Вашего сына нашли мёртвым два часа назад. Что? Спасибо за помощь, Робо. Ну, я тогда в конференц в ЗАН пошёл. В ЗАН. Что-то у меня сегодня с окончаниями не то. Вот, тут вот спуск, кажется, мне сюда. Точно. Здорово. Как у тебя дела? Как с преступниками обстоят? Блин! Здесь нет прохода. Сюда, что ли? О, точно. Мерфи, я слышал, тебе назначили калибровку. Подходи поближе и нажимай на курок. Ну, давай проверим, что у меня там с калибровкой. Один, два. Я прицелился и готов. Можно в голову подстрелять, конечно. Ого, я ему полбашки сбил, а он не упал. Перезарядка. Второй раунд. По-моему, с калибровкой у меня всё нормально. Даже руки не трясутся. Да ёлки-палки, вот это я не люблю. Когда полбашки остаётся. Я надеюсь, что третий раунд последний. Всё, сейчас перезарядка будет. Блин. Опять полбашки. Блин, 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 блин. Они слишком вплотную подошли. Отлично, сообщу нашим ботаникам, что ты готов к работе. Увидимся в конференц-зале. Заработал 200 очков, получил очивку. Можно было больше, конечно, заработать. И получил бы, наверное, тогда 300 очков. Я оплошал. Так, получается, теперь наверх, да? Мне подняться нужно. Здесь выход. О, моя тачка стоит. Прикольно. Пойдём, поднимемся тогда наверх. О, нет. Нет, я не могу даже не простить её. Эй, Мёрфи! Не поможешь мне? Чё надо? Кровь, кишки, ещё куда не шло. Но с работой я возиться не собираюсь. Будь другом, оттащи этого осла в камеру. У тебя-то и перчатки специальные, и дополнительная защита. Тебе не страшно? Ладно, погнали. Просто отнеси его вниз. Я у тебя в долгую, Мёрфи. О, боже, этот запах. Меня сейчас тошнит. Эй, чувак, американские горки, да? Спокуха. Главное, не блеони на меня. Я хоть и робот, но тоже неприятно. Снова здорово. Просто брось его в любую пустую камеру. Блин, если я его брошу, он сдохнет. Я его, пожалуй, положу аккуратненько. Я снова дома. Спокойной ночи. Камеру бы закрыть, но что-то не закрывается. Ладно, идём дальше. Продолжаем наше восхождение наверх. До конференц-зала-то я доберусь или нет? Всем приветики, пистолетики. Это как-никак актуально здесь. Приветики, пистолетики, служи. У всех же есть стволы. Ага, наконец-то дошёл. Что на повестках дня? Всем известно, что после того, как СМИ объявили о новеньком в городе, у нас случился скачок преступности. По слухам, он хочет спустить в старом Детройте круглую сумму, и теперь каждая банда города рекламирует свои услуги. Его необходимо найти, пока ситуация совсем не вышла из-под контроля. И где будем искать? Наш лучший вариант выяснить, не связывался ли он с горящими головами. Робо, для начала проверь зал игровых автоматов в центре города. Там в последнее время часто панки мелькают. Вас понял. Всем остальным не зевать. Вопросы? О Брикзе нет новостей? А что не так с Брикзом? Его со вчерашнего дня никто не видел. Дерьмо. Местонахождение офицера Брикза по-прежнему неизвестно, он не выходил на связь ни с кем уже 24 часа. Эти два дела связаны? У нас нет причины так полагать, но если кто-то выйдет на информатора Брикза, может выясниться что-нибудь новое. На этом все. Займитесь делом. Начинай без меня, напарник. Мне еще отчет писать. И сначала нужно сделать еще кое-что. А мне порадовало, пожалуй, надо к машине спуститься, да? И ехать на новое дело. Угу, казино. Казино, казиношечка. Машина готова, робот. Покажи им всем. Наконец-то у меня хоть каску починили, да? Нету этой штуки. Хотите покинуть зону? Хочу, погнали. Хочу, погнали. Хочу, погнали. Задание выполнено, единичный случай. Хочешь навести порядок в этом городе, да? Проще спалить его к чертовой мафере. Уже поверь мне, просто спали все дотла. Я к бомжам не верю, хотя он не похож на бомж... Хотя нет, он бомжара. Ну что, погнали. Какая-то тут слишком тишина. Сколько времени вообще? Все спят. Опа. Выдача штрафов. Будучи офицером полиции, вы можете выписывать штрафы за такие проступки, как распитие алкоголя в общественных местах, нарушение общественного порядка или нарушение правил дорожного движения. Нажмите кнопку и... Давай. Сделаем это. Он запарковался у гидранта, то есть пожарка не подъедет, не подключится до шланга и не сможет потушить пожар. Поэтому выписываем штраф. Даже один парковочный талон, это шаг на пути к безопасности. Мне теперь надо... Подожди. Мерфи, это Рид. Ко мне в офис только что ворвался мэр Кузак. Похоже, у его племянницы украли машину. Найди машину. Все остальное подождет. Для начала поспрашивай про нее в местных автомастерских. Для протокола голубой САК 6000. Зарегистрировано по какому-то адресу. Окай. Я посмотрю. Поищу. Осторожно, тише там. Эй, ну, не суй свой нос, куда не стоило. Че вы тут третесь, а? Я вас сейчас тут быстро раскидаю. Эй, Робо, можешь мне тут помочь? Будь человеком, скотина. Зачем это так раздувать? Чем могу помочь, офицер? Я пытаюсь поймать одного скользкого дилера. Он крадет ньюку у других барыг и продает его вдвое дешевле. Этот торчок закупился у него, но не говорит мне, где именно. Не знаю я никакого дилера. У тебя был товар от трех разных дилеров. Ты либо любишь прогуляться за ньюком к черту на рога, либо знаешь, где выбрать скидочку. Он тебе нос расковырял. Вот и бесишься. Как видишь, он не сговорчивый. Я заставлю его сотрудничать. Или он будет... Если он будет воровать, то на улицах будет меньше наркоты. Но учитывая, что он продает ее вдвое дешевле, то как бы смысл воровства. Давай я попробую с ним поболтать. Это не проблема. Согласно моим директивам, есть несколько способов заставить его сотрудничать. И я не дам своих мозг в мозгах копаться. Давай побазарим, только в башку мне не лезь, пожалуйста. Его зовут Моррис. Но где он хрен его знает? Мы всегда вместе по таксофону забивались. Я дам вам номер. Будем надеяться, что сработает. Этот дилер знает, где остальные прячут товар. Если возьмем у вас, можем собрать нюк со всего района. Я об этом позабочусь. Сначала тебе нужно найти таксофон. Посмотри у кого супермаркета. Мне кажется, там должен быть хоть один, до которого еще не добрались вандалы. Так, таксофон, таксофон. Вот, кстати, таксофон есть. Может быть, и с ним прокатит. А, ну тут вандалы побывали. Я все равно, конечно, просканирую. Телефонная будка не работает. А есть карта как-то тут. О, вот карта. Отлично. Это что у нас? Украденный автомобиль. Дешевый дилер. То есть, блин. Тут куча заданий. А я собрался в клуб сразу идти, да, к автоматам. Хорошо. Мне бы машина не помешала, между прочим. Тут можно... О, тут можно пройти. Так и сделаю. Байкеры тусят. Байкеры, байкеры. Так, мне вот сюда надо. Что-то он так бежал, бежал и остановился, как будто выносливость закончилась. Блин. Что-то я не могу понять. Я вроде бы... А, вот таксофон где-то здесь должен быть, но... Странно. Я не вижу его. Давай прибегнем. Он вытащил пистолет и стал требовать деньги. Каким же надо быть убредгом, чтобы ограбить нищего? Так я ему и сказал. А он как давай стрелять. Сейчас я камеру включу. Может, я... О, по лестнице можно подняться, вижу. Здесь тоже копы. Что тут происходит? Эй, робот! Я тебя по телеку видел. Иди сюда, я тебя еще не поздравил. С чем ты меня хочешь поздравить? С днем рождения, что ли? А вот и моя любимая звезда телеканал. Благодаря тебе, Курц, наконец начал смотреть что-то кроме канала про фастфот. Я просто делаю свою работу. Вживую я еще лучше, по телевизору преувеличивают. Наверное, он бы ответил, я просто делаю свою работу. Урегулирование подобных происшествий для меня не предел. Расскажите мне, что тут произошло. Отвратительное убийство. Жертва белой женщины около 25 лет. Ее опознал как Кейси Кармел. Попадалась на мелких преступлениях и проституции. И да, ты не поверишь, но это ее настоящее имя. А что по уликам? Дело закрыли, ОСП и Цент не потратили на расследование. У них оптимизация расходов. Вырученный способ сказать нам насрать на бедных. Так что если решишь рассмотреть межпреступления, то потенциально улучшишь расходы ОСП. Если есть желание, мы это приветствуем. Короче, ладно, я пошел. Тут очень запутанное дело. У меня пока времени нет на это. В следующий раз разберемся, окей? Кто убил Кейси Кармел? Значит, мне таксофон нужен. Где эта стоянка-то? Дешевый дилер. Блин, почему сюда-то все сводится? Таксофон, таксофон. Не видно, ничего не подсвечивается. И это не похоже на автостоянку, да? Подожди, а вот это таксофон? О! Вот таксофон есть. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. И он целый. Алло. Это Морис. Слушай, чувак, у меня тут стирки по горло. Так что давай сразу к делу. Я хочу попробовать нюк. Их даже на заработок времени нет. Разве клиенты не в приоритете? Давай попробовать нюк, скажем. Посоветуй, пожалуйста, с чего начать человека, который хочет попробовать нюк? Ты чё, надеешься на коляную первую дозу? Не выйдет. Я и так за полцены продаю. Стапэ. Голос. Голос у тебя как... Как у потенциального довольного клиента? Как у сраного робокопа. Решил меня найти? Иди лучше вандалов заметь, которые телефонные будки бьют. Я клиентов теряю, потому что хер знайдёшь нормальных таксофонов в этой дыре. Да чё за... Опять. Есть кто? Не приняешься, Морис. Это дружеский визит. Любишь стирку? Тогда работай в прачечной. Хватит нарушать элементарные правила. Робокоп, спасай! Красное здание у супермаркета, вход со двора. Шестая квартира. Сюда привели какие-то ребята, походу, серьёзные, скорее. Опа, телефон ушёпчется. Так, понятно. Бежим туда, скорее. Надо его спасать, походу. Красное здание... Что-то я не вижу тут красного здания. Так. Это байкер, который вроде ничего такого-то и не делает. Красное здание, красное здание. Нам в переволок нужно. Вот это вот, походу. Вот это похоже на красное здание. Или подожди. Подожди, 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 подожди. Вот. Вот она дверь. Сюда мне нужно. Ток-ток, я пришёл. Конкретная заброшенка. Слышите, Аги, если начнёт стрельбя, спрячь детей под кроватью. Хм. Так, кто на этой квартирках? Дверь явно кто-то вышиб. Следы взлома. Улики. Так, так, так. Ещё улики. Тут больше ничего нет интересного для меня. А вот где он занимался варкой. Стиркой, как он говорит. Что там у нас? Обнаружено психотропное вещество. Ух, сколько тут следов-то. Следы обуви 41-го размера с остатками психотропного вещества. Хм. Так, подожди. Ну, по следам понятно, что... А вот и телефон, по которому я звонил, видимо, ему. Поврежденный телефон. Точнее, он по нему болтал со мной. Фальшивые деньги. Здесь что-то ещё. Тут вот записка какая-то. Дружелюбное предупреждение. Морис, спешу тебе, потому что у тебя всё время занято. Хотя после того, что ты сделал, я и не хочу, чтобы меня с тобой заметили. Пепла не волнует, что ты воруешь нюк у этих трёх придурков, если он сам в доле. Он дал тебе последний шанс расплатиться, а ты облажался. Теперь слишком поздно, поэтому лучше бы тебе сменить адрес. Поверь мне, горящие головы твои оправдания слушать не будут. А они вообще чокнутые. Полчина, новая улика. Здесь вон тоже что-то есть. Что это? Расписание стирки Мориса. Тут вроде бы всё. Ну и... Подожди, вот это что? По следам пойдём. Посмотрим, куда они нас приведут. Наверх. Выйти на крышу. Парни, слушайте, клянусь, я больше ваш нюк пальцем в титрону. Мы здесь не поэтому. Тогда что вам нужно? Деньги? Деньги у меня есть. Проблема в том, что их только половина. Ты продаёшь наш продукт подешевле. И мои клиенты жалуются на цены. Нехорошо получается, Морис. Может, ты решил, что наработаешь клиентскую базу, продавая продукт по цене ниже себестоимости? Это хорошая идея. Ниже чего? Но она плохая. Такие решения губительно влияют на рынок. Уже сколько раз в этом убеждаюсь. Такие трюки всегда приводят к падению сброса. В том числе и на твоё предложение. Да чем по-твоему нужны антимонопольные законы? Короче, Морис, мы просто хотели сказать, что ты нарушаешь базовые принципы рынка своим хищением. Ценообразованием, и мы не можем с этим мириться. Это нечестно и неэтично. А ещё незаконно. Какого хрена? Вы арестованы. Пройдите со мной по-хорошему, иначе это станет вашей последней дискуссией об экономике. Мочи его! А вот и моя пушка. Бах! Бах! Бах-бабах! Вот и всё. Разобрались с этими чуваками. Блин, чувак, ты чё натворил? И что мне теперь продавать? Морис, против тебя выдвигается серьёзное обвинение. Но если расскажешь, где эти трое хранят наркотики, возможно, твой приговор смягчат. Ну или я просто выпрыгну в кучу мусора снизу и свалю от сюда. Лучше это пара синяков, чем тюрьма. Помочь тебе рассчитать вероятность выживания после такого прыжка? Это я тут самый расчётливый коп. Скажи, что получше. Не то прыгну. Наводка. Пепел тебя ищет. Даже если тебе удастся сбежать, у пепла на тебя зуб. В тюрьме безопаснее. Я не явился к нему навстречу. Я занят был. Но он-то, конечно, этого не понимает. Но мне нравится стирать. Я так расслабляюсь. Если согласишься, сотрудничать с полицией, можешь получить работу в тюременной прачечной. Хочешь сказать, я буду жить и есть бесплатно, и заниматься делом, которое мне по душе? Серьёзно? Я что, лотерею выиграл? Я расскажу, где они хранят нюк. Но давай закрепим нашу сделку на бумаге. Моррис решил сотрудничать со следствием. Ну вот. Вот это, делаю, подход. Спас жизнь преступнику, правда, но он зато в тюрьме. И он мне рассказал, где нюкок. Отлично. Ну что ж, я думаю, что на этой прекрасной ноте можно закругляться. Если тебе понравилось, ты хочешь дальнейшее раскрытие преступлений и похождение робокопа по городу Детройт, то ставь лайк и подписывайся на канал, если ты этого ещё не сделал. И тогда мы увидимся с тобой в новом ролике. Так что, до встречи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...